МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлые умы и яркие звезды. В ДК Победы поздравили золотых медалистов промышленного района города. Минимальный размер оплаты труда увеличат до 13 617 рублей в начале следующего года. Подробности в новостях экономики. От легкого твиста до элементов брейк-данса. В Самаре подвели итоги инклюзивного онлайн-конкурса «Танцевальный марафон». За коллективный разум, иммунитет и безопасность. Как идет прививочная кампания против коронавируса в Самаре и области. В Самаре продолжают приводить в порядок дороги. Ход всех работ контролирует глава города Елена Лапушкина. Большими картами ремонтируют участок с интенсивным движением транспорта по улице Вольской. После обновления здесь появятся новые автобусные карманы и 170 парковочных мест. Все подробности расскажет Мария Левина. Асфальтоукладчик, трикотка и погрузочная техника. На Вольской этой ночью было жарко от свежего асфальта. Участок от улицы 22-го портсъезда до улицы Каховской будет отремонтирован на всю ширину проезжей части большими картами. На средства национального проекта – безопасные и качественные дороги. Протяженность участка – 2000 метров. Работы по ремонту в самом разгаре. Общий процент выполнения составляет примерно 65. Завершить все работы планируют в августе. Основная часть работы производится ночью за счет того, чтобы не мешать движению транспорта общественному и жителям города Самары. Улица Вольская была в очень плачевном состоянии. Ремонт очень кстати для этой улицы. Здесь снимают 5 сантиметров верхнего слоя асфальта и меняют его на новый из высокопрочной асфальтобетонной смеси «ЩМА-16» со сроком гарантии 5 лет. За работами ведется постоянный контроль со стороны сотрудников МБУ «Дорожное хозяйство». Помимо фрезерования и устройства верхнего слоя покрытия проезжей части, также выполняется замена люков, смотровых и дождеприемных колодцев. Также выполняются работы по ремонту тротуаров, а также устройства новых парковочных карманов и автобусных карманов. Более 170 новых парковочных мест. Масштабный ремонт ведут и на улице Егорово в Куйбышевском районе. Здесь планируют обновить участок площадью 7 тысяч квадратных метров. Кроме того, в планах установка бортового камня и ремонт тротуара. Чтобы сточные воды не скапливались на новой дороге и она прослужила дольше, специалисты сделали ливневку. Ремонтная бригада уже выполнила половину работ на участке от 4-го дома до 22-го по улице Егорово. Мария Левина, Гульфия Сафина, Сергей Баскин, Василий Калдашов. События. Встретили как знаменитостей. В ДК «Победа» прошло торжественное награждение выпускников промышленного района, которые окончили 11-й класс с медалью за особые успехи в учении. Среди награжденных много талантливых, спортивных, разносторонних молодых людей, отличников и победителей всевозможных конкурсов и олимпиад. Тему продолжит Андрей Горгуленко. Красную ковровую дорожку перед ДК «Победа» раскинули для звезд, но не кинематографа, а учебы в школе. Здесь чествуют выпускников учреждений промышленного района, которые получили медаль за особые успехи в учении. Среди них и Матвей Смородин, ученик 10-й школы. Будущий программист признается, что при должном старании и хорошей поддержке успеха добиться несложно. Я бы не сказал, что это было очень сложно, благодаря тому, что мне нравится учиться и добиваться каких-то результатов. Меня поддерживала семья. Всего из школ промышленного района Самары в этом году выпустились 218 медалистов. Их наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Конечно, гордость за наших детей. Я уверен, что у них в жизни все получится. Главное, чтобы они верили в себя, в свои силы и всегда старались быть первыми. Тех, кто выберет для продолжения учебы самарские вузы, ждет приятный сюрприз. Напомним, в этом году губернатор Дмитрий Азаров принял решение о выплате единоразовых пособий в 10 тысяч рублей новоиспеченным студентам региона. Такая поддержка и внимания со стороны государства, конечно, важна для них, для того, чтобы они дальше видели, что они нужны, важны нашей стране. И уже студенческой, скажем так, паре смогли продолжить свой такой активный путь. Теперь впереди у выпускников заслуженный отдых и подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Ровно на 24% в Самаре вырос спрос на аренду коммерческой недвижимости. Эксперты оценивают это как явный факт восстановления бизнеса после пандемии. Правда, с нововведениями. Почему у арендаторов сменились предпочтения по расположению и метражу объектов, расскажет только Хамракулова. И первые этажи с отдельным входом, и офисные центры, и площади в торговых залах, и даже склады. В Самару возвращается спрос на аренду коммерческой недвижимости. По данным аналитического агентства, за второй квартал этого года интерес со стороны арендаторов вырос на 24%. Изменилась и география спроса. В период пандемии очень многие компании пересмотрели свои отношения к количеству и качеству офисных помещений. Пустеет постепенно там исторический центр города. Поэтому традиционно мы видим миграцию оттуда в Ленинский, в Октябрьский, в железнодорожные районы. Так малый и средний бизнес готов пожертвовать квадратными метрами в пользу местоположения. В приоритете помещения первой и второй линии, с большим трафиком и удобными транспортными развязками. Основной сегмент, который на спросе, это именно торговые помещения, первые этажи. Первые этажи и с отдельными входами, небольшой площади, примерно от 25 квадратных метров до 50. Это пиковый спрос, тот, который потенциально нужен под любой вид деятельности. Бизнес покрупнее интересует помещение площадью уже от 50 до 150 квадратных метров. Зачастую там открываются новые представительства компаний и ремонт они делают под себя. Якорные же арендаторы, в особенности ритейлеры, свою занимаемую площадь от 150 квадратов не желали терять даже в пандемии. Поэтому ажиотажного спроса в этом сегменте не наблюдается. По районам разница есть. Если мы будем брать старый город, ну, наверное, за квадратный метр будет 2,5 тысячи. Если мы берем место, где мы сейчас находимся, Гагарина Победа, ну, 900 тысяч рублей за квадратный метр. Если мы хотим еще дешевле, ну, надо, наверное, в Волгарь отправиться. Там, может быть, будет 700-800 рублей за квадратный метр. Еще одно влияние пандемии на арендный рынок – рост спроса на площади свободного назначения, который отличается от других объектов своей гибкостью и многофункциональностью. Зачастую в помещениях такого формата можно найти пункты выдачи заказов, салоны красоты или склады сервисов быстрой доставки еды. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Мария Левина. Мария, вам слово. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Правда ли, что налог для малого бизнеса могут втрое сократить в Самарской области? Действительно, соответствующий законопроект был принят сразу в двух чтениях депутатами Губернской Думы. Он касается некоторых категорий предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Расскажу об этом подробнее, но для начала о курсах валют. На 7 июля Банк России установил следующие курсы валют. Доллар составил 74 рубля 27 копеек, евро 87 рублей 80 копеек. Нефть марки Брент оценивается в 75 долларов 62 цента за баррель. Повышение МРОД с начала следующего года затронет почти 5 миллионов работников в стране. С 1 января МРОД увеличат до 13 617 рублей. Сейчас он составляет 12 392 рубля. С этого года величину рассчитывают не как стоимость базовой потребительской корзины товаров и услуг, а как процент от средней заработной платы. Министерство финансов России исключило доллар из фонда национального благосостояния. В ведомстве объявили, что закончили конвертацию активов. Американской валюты в средствах фонда больше нет. Также сократилась доля британского фунта. Зато была увеличена доля евро и китайского юаня. Общий объем средств фонда на начало этого месяца составил более 13,5 триллионов рублей. Это почти 12% ВВП, который прогнозируется в 2021 году. Налог для малого бизнеса могут втрое сократить в Самарской области. Согласно документу, доходная ставка будет снижена с 6 до 2%. Льготы получат и недавно созданные малые предприятия в населенных пунктах с численностью менее 5000 человек. И бизнес социальной направленности. А еще предприятия из пострадавших отраслей, у которых доходы в 2021 году снизились на 20% по сравнению с докризисным 2019 годом, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. Налоговые льготы будут предоставлены с 1 января текущего года и в следующем году. Закон затронет 80 тысяч бизнесменов. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. За сутки в Самарской области зарегистрировали 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 68 961. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 184 пациента, а всего из больниц выписались 65 692 человека, переболевшие COVID-19. В Самарской области увеличиваются темпы вакцинации. Почти полмиллиона жителей завершили процедуру, и около 600 тысяч человек получили первый компонент. Десятки прививочных кабинетов работают по всей области. Для желающих получить иммунитет от коронавируса коллективно, на рабочем месте, вакцинацию организуют на предприятиях. В эту среду рабочие заводы, которые ежедневно занимаются производством деталей для бронезащиты самолетов и вертолетов, решили защитить и себя самих. Как прошла вакцинация в здравпункте предприятия, расскажем в следующем сюжете. Здравпункт машиностроительного завода в поселке Мехзавод организует вакцинацию для сотрудников уже в третий раз. Из двух тысяч рабочих за иммунитетом от коронавируса пришли уже три сотни человек. Вакцину доставляют из городской поликлиники, а всю процедуру выполняют местные медики. Они проинструктированы и обучены. Алгоритм действия такой же, как в больнице. Желающий вакцинироваться заполняет анкету. Врач измеряет давление, сатурацию, то есть уровень кислорода в крови. Если нет никаких противопоказаний, можно вводить первый компонент вакцины. Врач здравпункта Людмила Крюкова рассказывает, что полжизни проработала в поликлинике и уверена, что прививаться необходимо от всех известных инфекций. Поэтому вместе с мужем вакцинировалась от коронавируса еще в апреле. Это единственное, что реально защищает нас от вируса. И единственное, что может нас спасти от катастрофы и быстрее справиться с вирусом, потому что он все равно присутствует. Он пришел, как говорят, чтобы не уйти. Он будет среди нас, и поэтому у нас должна быть защита. И только в этом случае мы перестанем его бояться. Чтобы сформировать устойчивый иммунитет, привить необходимо более 60% населения. Почти не отходя от рабочего места, заводчане получают заветную дозу вакцины. Все это быстро, удобно, бесплатно и добровольно. Приходят сами, сознательно, по своему желанию. Прививаются. Вторичные прививочки проводятся также у нас на здравпункции через 21 день. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили порядка 590 тысяч человек. Свыше 435 тысяч жителей региона полностью завершили вакцинацию. Таким образом, привито 39% человек от запланированного количества. С момента начала прививочной кампании в область поступило более 630 тысяч доз вакцины. В основном это спутник ВИ. Более 56 тысяч доз препарата поставили в регион на днях. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, время доставки вакцин сократилось. Ее доставляют в ночное время, чтобы уже утром поликлиники и медпункты могли приступить к вакцинации. В прививочной кампании сегодня задействовано 66 организаций, 168 прививочных пунктов, работают 24 передвижных комплекса. Для повышения доступности вакцинации работают круглосуточные прививочные кабинеты в городах и районах губернии. В Самаре их количество увеличили до трех. Светлана Кудрявцева, События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Самарской области завершили надвижку первого пролета Волжского моста. Об этом сообщили в региональном правительстве. В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит почти 4 километра. Всего будет 26 опор и 25 пролетных строений. Завершение строительства автомобильной дороги с мостовым переходом через Волгу запланировано к 2024 году. В настоящее время идет подготовка к надвижке второго пролетного строения, длина которого составит 156 метров. В Самаре ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту. Об этом сообщили в городской администрации. Движение ограничат с 8 до 16 часов 8, 11, 18, 19 и 20 июля, а также 1, 2 августа и 5 сентября. По улице Арены 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд ведущих улицы Малой Сорокин хутор. По проезду номер 2 и по улице Дальней от улицы Арены 2018 на участке протяженностью 500 метров. Кроме того, в эти дни работа автобусов по номерам 96, 205 и 295 организуют по скорректированным схемам. Покровский кафедральный собор, который находится возле стадиона «Динамо», признали объектом культурного наследия. Как сообщили в епархии, соответствующий документ опубликован региональным управлением госохраны. Собор был возведен в 1861 году. Имеет традиционное русское пятиглавие с шатровой колокольней над входом и вмещает до 2000 человек. Особая ценность собора в декоративно-художественном оформлении интерьеров, системе росписи храма и мраморном иконостасе. В Самаре подвели итоги инклюзивного онлайн-конкурса «Танцевальный марафон». В этом году его масштабы и число участников выросли вдвое, продолжит тему Ольга Хомракулова. От легкого твиста до элементов брейк-данса. В Самаре подвели итоги онлайн-конкурса «Танцевальный марафон для детей с ограниченными возможностями здоровья». Во-первых, это стимулирует жизнь детей. Очень много детей загнутых в четырех стенах и ничего не видят. А это выход из этих четырех стен. Это общение, это творческое развитие, это эмоциональное развитие. То есть мы детей просто адаптируем к современной жизни. Фестиваль проходит в Самаре второй год подряд. За это время количество участников выросло вдвое – до 30 человек. Почему бы не принять участие? Даже не надеялись ни на какие-то призовые места. Моя главная цель была просто инклюзировать ребенка, потому что он особенный, и любое изменение деятельности дарит ему приятные положительные эмоции. Очень интересно. Самое интересное, наверное, это классика, потому что там нужно иметь гибкость, силу воли очень хорошую. Ну и настроение. Победители выбирала компетентная жюри. Ну а подарки получили абсолютно все. Кроме сладостей, детям организовали поход в контактный зоопарк. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Хороводы, прыжки через костер, гаданий на венках и поиски цветущего папоротника. 7 июля в самый разгар лета по народному календарю празднует День Ивана Купала. Древние традиции, обычаи и гадания бережно хранят, передают из поколения в поколение. Торжество дает возможность прикоснуться к истории страны и хранит память о далеких предках. Ранее считалось, что это день летнего солнцестояния, когда солнце стоит над водой, наделяет ее силой и целебными свойствами. А ночью встречаются добро и зло. Сталкиваются явь и навь, потусторонние миры. Целебными свойствами наделяется все живое, в том числе и растения. В этот день и вечер у наших предков было принято отправляться в лес, собирать травы. Ну а тому, кто находил цветущий папоротник, по легендам его цвет можно увидеть лишь 7 июля, были гарантированы удача и процветание. Излюбленное лакомство детей и взрослых, шоколад, сегодня отмечает свой день рождения. Впервые конфеты из растопленного масла какао-бобов создали 7 июля 1847 года во Франции. А спустя 10 лет появился на свет и молочный шоколад. С каждым годом у шоколада становится все больше поклонников и еще больше модификаций. Чем отличается классический от своего аналога с пометкой «ПП»? Как выбрать настоящий и полезный шоколад? И может ли причинить вред здоровью плитка на десерт? Попыталась узнать Гульфия Сафина. Это называется обливная конфета. Все просто. Вот, потому что я ее шоколадом обливаю. Из актрисы драматического театра в шоколатье Евгения Шабалина более 6 лет увлечена изготовлением шоколада. Делает вручную конфеты и плитки по самым невероятным рецептам. С дольками инжира, ягодами или, например, как этот, с пудрой петахая, он же драконий фрукт. Нюанс. Весь шоколад Евгения маркирует пометкой «ПП», то есть без глютена, лактозы и сахара. Живой шоколад, как его называют, там, сыроеды, веганы, я делаю с нуля. С нуля это я сама топлю какао-масло, тертое какао, добавляю подсластитель. Либо сухой сахар, тростниковый, кокосовый, либо жидкий, сироп топинамбура, мед. Мне по жизни повезло, я занимаюсь тем, что люблю как-то все время и сейчас. Но это же просто магия. А как он пахнет? Девять из десяти человек говорят, что любят шоколад. Десятый, скорее всего, врет. Так не без юмора описал свои личные наблюдения о людях, пробующих сладкое, американский писатель Джон Тулиус. И доля правды в этом есть. По статистике, в 2020 году Россия стала серебряным лидером потребления шоколада. Кстати, в июле отмечают 174 года со дня создания настоящего темного шоколада. В темном шоколаде нет ничего, кроме сахара, какао-порошка, какао-дробленого и какао-масла. В шоколаде главный ингредиент – это какао-масло. Там ничего не может быть, кроме какао-масла, никакого другого жира. Там, где написано «заменитель какао-масла», ну, это прежде всего, это уже сладкая плитка, шоколадная плитка и другие самые названия, которые не могут считаться шоколадом и не могут быть полезными. Ну вот, у нас здесь представлено три вида шоколада разных производителей, два молочных, один горький. Давайте спросим у технолога, как определить, какой из них настоящий, правильный, а какой все-таки, наверное, не стоит есть. Инструменты, измеряющие содержание какао-масла под рукой у нас, так же, как и у покупателей в супермаркетах, нет. Поэтому ориентироваться нужно исключительно на вкусовые рецепторы. На столе шоколад трех ценовых категорий из отделов масс-маркета – самый дешевый, средний и премиум сегмента. На этот раз ценник себя оправдал. Самый качественный, самый нежный, тающий на языке – это вот этот образец. У этого какое-то общее, не очень приятное послевкусие. И у этого шоколада очень крупнозернистая структура, попадаются кусочки сахара и не очень приятное на языке, как песок. Ощущение песка на языке, текстура, близкая к пластилину – все это говорит о нарушениях стандартной рецептуры шоколада и явном намерении производителя сэкономить на ингредиентах. По сути, это имитация шоколада. Но даже если вы тонкий ценитель лакомства из какао-бобов, даже самым качественным из них лучше сильно не увлекаться, говорят медики. Две-три дольки в день. И лучше остановиться, и не увлекаться. Опять же, надо вспомнить о том, что там жиры, то есть это может быть прибавка в весе, это риск развития сахарного диабета. Поэтому здесь нужно очень быть внимательными. Чем более молочный, тем меньше какао, тем больше сахара. А также возможны аллергия, кожные высыпания и проблемы с желудком. А вот кариес, по словам стоматологов, грозит скорее фанатам карамели. В целом, употребление шоколада в разумных пределах сказывается на организме благоприятно, подчеркивают врачи. В нем много элементов, стимулирующих мозговую деятельность и предупреждающих раннее старение. Шоколад поддерживает нервную систему и снижает риск с развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Главное помнить, суточная норма не более 25 граммов, желательно горького, темного шоколада. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Футболисты Самарских крыльев-советов ведут подготовку к новому сезону. Его клуб проведет в российской премьер-лиге. Сейчас команда находится на сборах в Сербии. Игровая часть подготовки завершилась, крылья сыграли пять матчей, четыре выиграли, один проиграли участнику Лиги чемпионов Уэфа. Сохранить основной состав такая задача стояла перед руководством крыльев-советов на этом межсезонье. Цель была выполнена. Лидеры команды переподписали свои контракты и будут продолжать защищать цвета Самарского клуба. Новые соглашения на выгодных для команды и игроков условиях подписали Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Владислав Сорвели, Юрий Горшков, Роман Ежов, Дмитрий Кабутов и Денис Якуба. С лучшим бомбардиром нашей команды Иваном Сергеевым клуб продлил действующее соглашение на три года. На этот же срок контракт с клубом перезаключил и главный тренер Игорь Осенькин. Под его руководством крылья вернулись в элиту российского футбола, набрав в первенстве России 100 очков и забив 100 голов, а также дошли до финала Кубка России. Можно сказать, что самую главную задачу мы решили на это трансферное окно, сохранили всех наших лидеров, а теперь будем точечно усиляться, особенно усилять те позиции, которые того требуют. Но без потерь все же не обошлось. Команду покинул Владимир Полуяхтов. Он выступал за крылья с 2018 года. Футболист провел за самарскую команду 71 матч и отметился двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне Полуяхтов нес большой вклад в результат команды, являясь одним из лидеров коллектива. А вот следующую задачу – укрепиться в середине таблицы и избежать вылета из Премьер-лиги – теперь решать без него. Зато команде присоединился Данил Липовой, перешедший из «Динамо» – первые шаги в футболе игрок делал именно на самарской земле, а также Дмитрий Иванесения из «Луганской зари». Сейчас крылья Советов проводит тренировочные сборы в Сербии, где команда провела пять контрольных игр. Болжане дважды обыграли местный клуб «Роднички» 3-0 и 4-1, разгромили «Спартак» из «Субботицы» 5-0, переиграли 3-1 «Пролетер». Уступили крылья лишь чемпионам Черногории в будущности 2-3. В этих матчах тренерский штаб попробовал несколько разных вариантов состава. У нас состав действительно подвергался большой ротации, но мы говорили о том, что сейчас футбол двигается в сторону универсализма, и многим футболистам надо играть на разных позициях, особенно на смежных. Команда продолжит тренировочный процесс на сборе в Сербии до 9 июля. Перед началом нового сезона крылья Советов сыграют еще два контрольных матча с Уралом – 11 июля в Екатеринбурге, 18 июля в Самаре. А уже затем в Олжане откроют чемпионат России по футболу домашним матчем с Ахматом – 25 июля. Андрей Горгуленко, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok